29 этажек сможет обеспечить теплом новая котельная в Инте. Пока что она выполняет функцию некой подушки безопасности, но в скором времени войдет в состав новой большой станции, работающей на газе, экономичном и экологически чистом топливе. Анна Зубарева узнала о преимуществах новой котельной. Самые сжатые сроки за полгода с мая по ноябрь в Инте построили блочно-модульную котельную. Так торопились, чтобы обеспечить унтенцев бесперебойными поставками тепла, даже при пиговых нагрузках и сезонных перепадах температур. Когда есть котельная, мы уже понимаем, если просядут по углю, значит здесь сразу работает котельная и потребитель не почувствует похолодание. Котельная оснащена современным оборудованием, она прошла необходимые пусконаладочные испытания, постоянно поддерживается в режиме полной готовности и может быть оперативно введена в действие. Мощности приличные. Если в девятиэтажках, по-другому не скажу, это, грубо говоря, 20 девятиэтажных домов, 4-х подъездных. Мощность в ней 20 гигакалорий, полная располагаемая мощность. Три котла, каждый по 6,5, по 6,7 гигакалорий. Сейчас для работы используется мазут. Далее планируется перевести объект на газ. К 2023 году взамен существующей интинской ТЭЦ в городе будет построена газовая котельная. Это даст городу очень много плюсов. Во-первых, это экология. Во-вторых, это чистая горячая вода, потому что в новой котельной уже будет предусмотрена водоочистка по тем требованиям, которые необходимы. Поэтому для города это будет большой плюс. На сегодняшний день подписано соглашение с газовиками. Мы в 2023 году должны будем перевести, вернее, построить новую водогрейную котельную, которая будет работать на газе. Эта существующая котельная войдет в состав новой большой котельной. То есть мы полностью строим котельную, которая будет покрывать полностью тепловую мощность интинской старой станции. То есть угля в городе Инта не будет. В 2020 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Интинском округе провели огромный объем ремонтных работ. На теплосети котлоагрегаты и турбогенератор было выделено несколько сотен миллионов рублей. Заменены почти два километра трубопроводов горячего водоснабжения по улицам Горького, Кирова, Куратова и Мира. Это позволило улучшить гидравлический режим и сократить тепловые потери. Мы сравнили прошлый год и этот год. Видим, что в этом году жалоб гораздо меньше и сбоев также насчитываем меньше. К слову, это зимой от Интинца стали поступать жалобы не на холод в квартирах, а на черный дым. Смок в воздухе и серый снег, похожий на пепел. В социальных сетях люди сетовали на дискомфорт, высказывали опасения за свое здоровье и не понимали, чем вызвано периодическое появление дымовой завесы над городом. Разъяснять ситуацию пришлось Центру управления регионом и КОМИ-филиалу ПАО «Т-Плюс». По большому счету, я здесь что могу сказать. На самом деле, режим работы станции, он не изменился. То есть, он как работал, так и работает. Золоулавляющие установки, они в принципе, также прошли ремонты, и поэтому нареканий-то у нас никаких оборудований нет. ВДК мы не превышаем. Мы только что получили буквально новые предельные нормы, которые защитили. Всего скорее это малоснежная зима. Я думаю, что в Индии такого не было. В Сыктывкаре, честно говоря, снега больше, чем здесь у вас. Поэтому, наверное, складываются какие-то два фактора. Плюс, если посмотреть, то розовый ветров сейчас, дым стоит практически над городом. Ну, соответственно, и выпадает это все в черте города. Компания «Т-Плюс» уже приступила к проектированию водогрейной котельной, которая будет работать на природном газе. Она должна существенно улучшить экологическую обстановку. Количество выбросов в атмосферу уж точно снизится в разы. Анна Зубарева, Татьяна Маннова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.